так всем привет начинаем новый влог я сходила сельпо купила 15 яиц купила рыбу такую хек она сейчас по скидке сегодня четверг четверг рыбный день сельпо скидки на рыбу 59.90 за килограмм почти на 98 гривен и мимозу я буду с такой рыбы с хеком готовить тоже так что еще еще две сметаны взяла по скидке 19 гривен виталин закрой двери лук такой вот сыр фета ферма три плавленых сырка взяла буду пиццу в булочках делать и на мимозу на старый новый год дальше масло стажер у меня закончилась колбаска наша любимая по скидке одна из любимых ликарского глубина именно ликарска она 95 процентов мясной сыровины так что еще еще хочу мне вспышка пропала странно так тут покажу потому что там ставить некуда муки взяла чуть-чуть добавить картошка погреб не лезть вот за или завтра пиро сварили будет лежать так и еще по чеку мне 500 гривен было пятьсот шестьдесят четыре гривны вот еще рюкзак рюкзак мне помог нести у нас было кошки мяу с кроликом вот эти булочки на пиццу малятка раньше я их называла по три копейки они были вот скидки лепаста такую взяла черепашки баночку маслин на стол без косточки на старый новый год и и еще у меня посына колонка ой-ой-ой-ой-ой-ой еще взяла сахар не закончился вот сейчас это уберу и покажу еще не все это еще не все еще посылку и вам покажу вам еще взяла на чизкейку такое печенье тукавы и все все больше ничего сейчас покажу его нащу посылку что я заказала что открыла коробку и вам не должно быть 6 позиций да давно хотела заказать вот эту водичку аспаермен аспирмен или аспайрмен не знаю как правильно читается исправьте кто знает не когда-то тестировала ее в журнале вроде бы мне понравилось но буду пробовать обязательно вам расскажу так новая водичка для меня и си или эмси сэнд формен цитрус тоже даже не тестила ее но посмотрела очень обзор такой сказали что очень-очень вкусная водичка прямо на уровне каких-то дорогих но не знаю и это не мое мнение то есть я попробую вам скажу в водички все мужские уже все по заканчивалось сына все по заканчивалось так индивидуал blue free голубая нам не нравится только зеленую берем чем-то очень отдаленно напоминает по дидже очень отдаленно взяла масочку для волос вот такую вот с ароматом шоколада и бразильского ореха понюхаю тоже вам скажу потестирую была очень дешевая цена не помню сколько я вам скажу я вам сейчас по ценам кстати скажу масочка была двадцать семь девяносто девять в каталоге 25 гривен она мне обошлась вот эта водичка цитрус индивидуал blue 179 было по скидке 161 но это скидка представителя спайрмен 149 было сто три четыре для меня фреш цитрус 99 было в каталоге 89 для меня вот этот новый для нас спрей не знаю мускатные орехи черешня дочки взяла в каталоге 40 гривен 39.99 для меня 35.99 он стоил и какую-то масочку антиоксидантная маска охоложающая для облыча артычная брусника маска стоила маска для лица 37.99 за 34.19 ну дорога маска получается но взяла попробовать так здесь бумажная продукция каталог или каталог 2 2 3 и распродажа наверно и фокус фокуса нет распродажа есть фокус вот фокус есть вот заказик было у меня где-то на 500 гривен это так что так заказала еще буду заказывать водичку обязательно сыну когда заказать сразу несколько чтобы было у них вот ну пока выключаюсь так буду сейчас вам по ароматам рассказывать попробую включить свет получше сейчас так по моему получше меня краска упачкала так чумом по ароматам рассказать маска для волос ароматом шоколада бразильского ореха на одну-три минуты затем смотрите тщательно взяла больше виталинки потому что у нас уже белорусские заканчиваются масочки дела да конечно шоколадом она особо не пахнет такая гелевая консистенция ну я знала что у нас слабенькая такая за 25 гривен думаю возьму вообще пахнет кремом знаете кремом обычным как не вея там для лица шоколадом вообще не пахнет потом будем когда пользоваться уже в пустых баночках может быть лучше расскажу больше так спрей спрей черешня мускатный орех меня прям удивило что запаха спирта только чувствуется попробую брызнуть на руку что вообще его разочаровывают спирт тяга сильно знаете есть эти ароматы которые более тушистая композиция а есть вот конкретно чисто ну мускатного ореха вообще не чувствую вишня может быть такое не знаю смутные сомнения не берут дальше масочка масочка приятно пахнет кисленький ягодный вкус но расскажу о ней конечно я после того как попользуюсь и вот так еще что еще а две туалетных водички хочу вам потестить лучше мне не понравился этот аромат черешни я так не почувствовала запах черешни я так подозреваю что он должен пахнуть как вишня где-то похож быть мне понравился не стоит брать один спирт сейчас попробуем только спармен и я еще не решила будущее сдавать или может быть даже на какие-то праздники не знаю у нас еще знаете как я очень привередлива к запахам я уже говорила сто раз и мне вопросы там задавали по запахам я практически не пользуюсь духами вот никакими водичками туалетными и также самое к мужу естественно отношусь и к сыну они мне все пользуются такими вот цитрусовыми легкими ароматами и поэтому если она не нравится то я даю его мужа брату почему потому что ну он как бы себе сам по себе да особо меня не касается там не спится на родной постели да и как бы аромат я так сильно не ощущаю так так сильно он там утром побрызгаться ушел да поэтому как бы открываю праздника 6 не понравится можно кому-то подарить уже уже косяки шута или нет это рисунок нет это не рисунок короче тут на крышечки но отсвечивает не видно такие как вроде клей вытирается конечно но неприятно как будто вода разлилась короче бутылочка выглядит вот так довольно симпатично крышечка конечно дешлак полный среди она аж гнется чтобы пробовать крышечку кстати по этой водичке тоже очень хорошие отзывы такой мыльно-сладковатый неплохой запах в принципе как для мужского не легкий не цитрусовый нет но как коричневая знаете упаковка вот такой запах прервали короче на водичка открывается что такое что случилось ты именно что ты еще хочешь водичка открывается по разному она на теле конечно будет может быть по-другому играть короче я оставлю ее может пробует посмотрим в принципе не могу ничего сказать но такой запах конечно для меня строгий запах вот но я пока и вот это тоже если не подойдет то пойдет сын но они были очень меня прям на нее хорошие такие надежды возлагаю эту водичку я вот тут аккуратненько открываю на том если мне надо подарить я маленьким скотчем заклеиваю не видно можно феном но так вообще фольгу было конечно сорвать в принципе что неправда вот это но все равно знаете приятнее в фольге когда если она уже есть фольга я оставляю ее так птичку открываем открываем манючку и вот такая манюня я думаю здесь 30 миллилитров так сколько здесь вообще не видно до 30 здесь наверно сотня здесь 75 индивидуал blue там сотня тут крышки нету здесь вот так вот защелкивается и буду это пробовать на руку потому что тут крышечки нету честно говоря то что я слышала пока у меня очень похоже что-то меня напоминает цитрусовый вот такой запах да с мужскими нотками неплохой вот этот мне понравился ну маленький очень очень маленькие такие манючки вот ну времен так 50 цена ну по запаху надо пробовать как они будут на теле писали что они очень стойкие вернее вернее отверт сушила я я сомневаюсь они стойкие конечно но посмотрим так цитрус улетучился это такая знаете пена для бритья с запахом фреш вот что тут у меня остались каталоги я сейчас буду сидеть смотреть тут на каталоги ведущие вот все будут добрые интересно есть сейчас эта передача все будут добрые или нет я сейчас посмотрю каталоги полистаю посижу спокойно здесь на кухне вот ну пока сегодняшний влог я начала с вечера вот пока влог этот заканчиваю вернее не заканчиваю просто прерываю видео и утром увидимся снова ну что у нас утро следующего дня я нанесла масочку новую от Эйвен поскрабировала лицо хендмейл скрабом который с Львова Вероничка привозила и нанесла вот эту маску арктик арктическая не знаю это ягода марушка по-моему если я не ошибаюсь короче она нужна антиоксидант да арктичная брусника должна быть антиоксидантная и охлаждающая ну нанесла сразу охлаждающего эффекта нету вот сейчас начинается такой легкий холодочек но конечно это чуть-чуть не то что я люблю я люблю такой знаете ментоловый охлаждающий эффект когда очень и очень так ржет кожу очень люблю такие маски они хорошо тонизируют лицо кожу лица вот такая масочка пахнет очень приятно кремовая и смываемая самое главное что она не пленка вот сегодня мы наверное скорее всего пойдем с Виталиночкой в кино вот и не знаю может я в лох чтобы вам с утра выложить закончу на половине начну другую снимать чтобы быстрее было и он не такой длинный получится сегодня я хочу приготовить чизкейк и наверное печенье ушки творожных потому что у меня творог уже на грани на грани скоро пропадет ну то есть чтобы хороший был не испортился надо приготовить с него что-то вот ну наверное сейчас я начну Виталинка проснулась рано но у нее крутили ноги и руки я ей намазала настойкой на спирту ореха вот грецкого и она заснула так что я могу пока подготовить кушать так делаю печенье творожные ушки для этого нам понадобится 250 грамм творога можно соду можно я добавила разрыхлитель можно 1 четвертая чайная ложка соды 2-2,5 стакана муки 100 грамм масла и полстакана сахара и сахар для того чтобы макать эти ушки вот значит потом вы это все тесто раскатываете такими кружочками и эти кружочки складываете трехугольничками и макаете в муку и на противень и выпекаете такой рецепт я еще ни разу не делала но пробовала такое печенье уже вот сейчас приготовлю покажу что получилось я сначала муку добавлю так все тесто убираю в холодильник написано на полчаса но я минут на 5-10 в морозилку поставлю в принципе я вообще не понимаю для чего в морозилку надо ставить тесто честно говоря никогда не понимала вот ладно когда его натирать там надо на терку то еще понятно так убираю это в холодильник потом буду раскатывать и делать печеньки сейчас займусь чизкейком потому что у меня еще осталось вот так вот творога и мне нужно его переработать вот как бы печеньки они сухие будут лежать чизкейк съестся тоже вот он в холодильнике постоит его тоже не сразу горячим едят поэтому как бы да сегодня у нас пятница облизится выходные вот так что выпечка вообще никуда не пропадет у меня для чизкейка вот с прошлого раза осталась крошка ее заморозила вот такая вот и я еще докупила вот такое печенье дугавы вот на чизкейк можно делать конечно тесто самому но я пробовала но вкуснее с печеньем получается вот почему-то классический рецепт по-моему даже в Америке по-моему делают с печеньем насколько я помню это убираю сейчас в морозилку и буду делать потом чизкейк пока заниматься им буду так ну что вот я после масочки ну такое себе если честно есть охлаждающий эффект даже когда умоешься масочка подсушивает чувствую такое сухое сухое лицо прям какой-то эффект не знаю как по мне теперь белорусские маски мне намного больше нравятся не жалееван зеленая аптека и белорусские маски намного круче все равно от каждых масок какой-то освежающий эффект есть какая-то масочка не была эффект все равно присутствует сейчас слегка холодит кожу вот кожа такая гладенькая но я хорошо скрабировала поэтому скорее всего что это заслуга скраба так что я делаю делаю сейчас чизкейк и убираю его в холодильнике к этому времени вернее убираю его в корж для чизкейка убираю его сейчас в духовку и тем временем буду пока заниматься печеньками так вот добавила в песочную вернее в крошку добавила масло здесь пергамент положила но это не обязательно можно просто маслом смазать вот и сейчас буду замешивать корж и сюда выкладывать руками и запекать запекать недолго слегка потому что потом еще чизкейк будет запекаться вместе с начинкой так вот так выглядит будущий корж слегка его на краях вот сюда зашли края чуть-чуть бортики я не люблю высокие бортики чизкейки можно вообще без бортиков вот все просто печенье и масло убираем сейчас в духовку 250 градусов разогретую чтобы корж чуть-чуть прихватился тем временем займемся начиночкой так а начинка у нас будет состоять из творога сахара сметаны и яиц так как сюда идет другой сыр по-моему маскарпоне если я не ошибаюсь но мы используем творог с творога можно делать только вы добавляете сметану сюда обязательно творог у меня домашний жирный творога у меня где-то грамм 400 стакан сахара 4 яйца и пол баночки сметаны то есть грамм 200 где-то сметаны 200 150 у меня грамм 200 чем больше сметаны тем вкуснее он будет и пышнее и есть два варианта можно творог перед этим протирать через сито как рекомендуют но я буду просто взбивать блендером погружным однородную массу оно будет такой сливочной сливочной такая масса и пакетик ванилина добавила ванилина можно и два пакетика который ваниль с сахаром вот ванильный сахар если ваниль то там уже сами добавляйте как хотите но ваниль обязательно очень вкусно с ванилью можно добавлять цедру лимона либо апельсина тоже будет вкусно но я буду делать классический вкус поэтому у меня будет без этого все сейчас взбиваю погружным блендером выему свой корж залью потом этой начинкой корж чуть чуть остынет вот но чизкейк лучше ставить не в горячую духовку она может быть теплая но не горячая холодная либо теплая духовка поэтому сразу разогретую не буду ставить буду сейчас выпекать пока ушки пришло 10 минут корж у меня припек он мягенький видите такой аж поднялся но он сейчас остынет чуть-чуть опустится и потом я вылью сюда сверху начинку и буду выпекать его до состояния ну не знаю чизкейк минут 20 наверное выпекается состояние должно быть такое должен быть прихвачен уже не жидким то есть края прихвачены серединка может быть жидковатая остается он остывать потом все это схватывается и он отлично становится ну тверденький со временем когда остывает вот так что корж пока стоит ждет своей начинки мы пока займемся начинкой и ушками так приготовились так приготовились мои печенюшечки ушки такие вот они получились большие жирненькие толстенькие красивые пахучие вот и чизкейк я убрала тоже поставила в духовку вот он будет выпекаться вот такие ушки получились очень красиво вот с утра уже выпечкой пахнет в квартире приятно, правда? да Виталинка там делает уроки списывает списывает текст вот тренируемся потому что в школу уже идти пора и после каникул конечно рука забывает и читать надо и все мозг отдыхал теперь надо трудиться будет опять ку-ку не бери ручку все будем сейчас чаем пить вкусные печеньки в принципе они очень мягенькие они даже на печеньки не похожи я тем временем поставила еще холодец вариться две индюшинные ноги еще чуть там куриных лапок бросила для желе вот сейчас добавлю морковку лук и буду варить холодец индюшины так чизкейк мой получился видите он тверденький уже остыл смотрится как вроде бы загорел но не на самом деле он просто хорошо припекся на камере почему-то все смотрится больше ну я раньше тоже смотрела в лухи думала блин загорел человек говорит ну человек ничего об этом не говорит думаю что странно на камере всегда кажется что больше припекшийся вот ну что чизкейк получился ушки ушки уже покушали вот погода у нас мокрая дождь все время а я сделала вторую масочку себе зеленая аптека с кислотами фруктовыми лицо покраснела потому что кислоты она печет я люблю эту маску сейчас пойду полежу посмотрю видео на ютубе а на этом с вами прощаю заканчиваю влог потому что он будет очень длинный я вам и так я и вам показала и покупки одежды и готовка все сразу все в одном влоге поэтому я выключаю заканчиваю всех вас люблю целую всем пока